В январе 1954 года в Японии разразился громкий скандал. В верхнем эшелоне власти была вскрыта целая агентурная сеть советской разведки. Выяснилось, что информация о настроениях в кругах как политической, так и культурной элиты страны незамедлительно утекала в Москву к советским руководителям. И что было особенно поразительно, во главе крупнейшей в истории Японии разведывательной сети, которая работала на Советский Союз, стоял японец, корреспондент влиятельной токийской газеты Майнити Симбун Йома Ватанабе. Ватанабе был идейным человеком. Он начал сотрудничать с Советским Союзом не за деньги, не ради карьеры. Почему японский гражданин решил стать советским разведчиком? К тому моменту, когда на контакт с ним вышли представители Советских Органов Безопасности, он уже был человеком, который сформировал свой взгляд на японский милитарин, сформировал свой взгляд на то, что происходит в мире. Кто сдал японским властям группу Ватанабе? И как за это поплатился? Это мания преследования практически у всех предателей. Потому что страх перед неотвратимым возмездием, либо со стороны высших сил, либо со стороны, так сказать, длинной руки Лубянки. Это у них страх неубывающий. Как обычный японец, гражданин весьма закрытой страны, стал советским разведчиком? Говорят, что в этом не последнюю роль сыграла любовь. Но так ли это? Давайте вместе искать ответы на все эти вопросы. Смотрите прямо сейчас. Почему советским разведчикам было трудно работать в Японии? Практически невозможно вести какую-то нелегальную разведную деятельность для лиц европейской внешности. Как обычный корреспондент получил доступ к сверхсекретной информации МИДа Японии? Ватанаба начала создавать разведывательные сети, уже находясь на территории Советского Союза. Почему японский суд оправдал советского резидента? Советская разведка заполучила в свои ряды японского гражданина благодаря удачному стечению обстоятельств. А точнее, знакомству с самого романтического толка. В январе 41-го года в поезде Владивосток-Москва произошла судьбоносная встреча. Йома Ватанаба, который был направлен в СССР для работы с собственным корреспондентом Майнити Симбун и русской девушке Наташи. Студентка института искренне понравилась молодому японцу. И очень скоро дружба переросла в любовь. Ну, с любовью здесь все понятно. Дело, как говорится, молодое. С кем не бывает. А вот с девушкой была ли эта Наташа простой студенткой? В этом есть некоторые сомнения. Мне кажется, что вот это знакомство, оно было заранее инспирировано. И Наташа, это не просто случайная знакомая. Это человек не чужой для спецслужб. Это было непростое знакомство, не случайное знакомство. В конце концов, японские представители Японии не так уж часто бывали в Советском Союзе в те времена. И контрразведка следила, так сказать, достаточно плотно за всеми. И если предоставлялась какая-то возможность, то шли, так сказать, на то, чтобы как-то познакомиться, как-то войти в доверие. У меня достаточно серьезное подозрение, что это дама или как-то, так сказать, ее там девушка. Я уж не знаю, так сказать, ее возраст и тем более статус. Была не случайной, не случайной в жизни Йома Ватанабе. Но надо отдать ей должное. Она блестяще сыграла свою роль. Впрочем, глубокая симпатия к России, ее богатой истории и культуре возникла у Ватанабе задолго до знакомства с Наташей. Молодой человек окончил престижный Токийский университет, где изучал русскую литературу. Те гуманистические черты русской культуры, которые, так сказать, естественно, были переданы вместе с сознаниями языка и литературы, они наверняка, так сказать, осели глубоко в его душе, что впоследствии сыграло немалую роль в том, что он стал работать на советскую разведку. В студенческие годы Ватанабе интересовался марксистскими идеями. Даже вступил в общество «Новая Япония», куда входили и коммунисты. Это общество занималось тем, что пропагандировало, так сказать, идеи комментированно, распространял литературу, участвовал в различных общественных мероприятиях прогрессивного толка. Первая служебная командировка Ватанабе в качестве собственного корреспондента одной из японских газет была в Китай. В 1937 году Япония вторглась на территорию этой страны, и Ватанабе стал свидетелем и летописцем этих кровавых событий. Ватанабе, который своими глазами увидел, что такое война, видел резню в Нанкине, видел, так сказать, резню в Монголии, освещал, так сказать, ситуацию во время нападений Японии у озера Хасаны на Халкин-Голе, видел мощь в том числе Советского Союза, проникся идеями Советского Союза, его миролюбивой политикой. В Москве Ватанабе продолжил знакомство с русской культурой, изучал русский язык. И чем больше он узнавал страну, тем больше проникался к ней симпатий. Учить русский помогала японцу его возлюбленная Наташа. Молодые гуляли по городу, посещали выставки и музеи. Ватанабе приглашал ее и в ресторан-гостинице «Националь». Очень скоро пару заметили. За каждым из таких иностранных корреспондентов велась слежка. И НКГБ тогда, так сказать, обратило внимание о том, что вот этот новый японский корреспондент очень положительно относится к Советскому Союзу. Но почему именно этот человек так заинтересовал нашу контрразведку? Национальность Йома Ватанабе сыграла здесь далеко не последнюю роль. Дело в том, что страна восходящего солнца долгое время была абсолютно закрыта для разведки. Причем не только российской. Работать там европейцем было чрезвычайно трудно. Исторе повелось, что чужие здесь не выживали. Таков уж менталитет японцев. Их страна столетиями была запретна для иностранцев. Был даже период, когда местным жителям вообще запрещено было покидать ее территорию под страхом смертной казни. Идеологическая пропаганда состояла в том, что японцы являются сынами богов, в отличие от других наций и народов. Появилась внедряемая властями ксенофобия, шовинизм, оформленная потом как идеологическая доктрина японизм. То есть японцы – это люди номер один, главные. Остальные же были созданы богами для того, чтобы, грубо говоря, обслуживать все остальное население. В каждом пришлом иностранце особенно подвергались подозрению бледнолицей европейцы. Сыны богов усматривали смертельную опасность. Невозможно вести какую-то нелегальную разведывательную деятельность для лиц европейской внешности. Но даже лица азиатского происхождения – это было крайне неудобно и практически невозможно. Очень редко японцы шли на сотрудничество, потому что, да, они охотно брали деньги, но они, извините, охотно давали совершенно ложные сведения. Об этом есть данные среди документов советской разведки, есть данные среди рассекреченных и опубликованных документов британской и американской разведки. Выход был один – найти и подготовить для разведывательной работы в Японии человека не извне, а изнутри. Своего, чья благонадежность не вызовет у соотечественников особых опасений. Кандидатура Йома Ватанабе отвечала этим требованиям. Очень скоро на японца через его русскую подругу вышли представители советской внешней разведки. После нескольких встреч стало понятно, что молодой человек готов работать на советскую сторону, причем исключительно из идейных соображений. До войны и во время войны агентов, которые преследовали в первую очередь меркантильные цели, было очень мало. Это все происходило на идейной основе, потому что они видели, к чему катится мир, что мир идет к войне. Они видели несправедливости общественно-политического и экономического строя в своих странах. Когда на контакт с ним вышли представители советских органов безопасности, он уже был человеком, который сформировал свой взгляд на японский милитаризм, сформировал свой взгляд на то, что происходит в мире. Отношения России и Японии имеют более чем 300-летнюю историю. Между нашими странами было немало конфликтов и противоречий. Во многом потому, что геополитические интересы Японии и России прямо противоположны. До прихода Гитлера к власти, до 1933 года, главным военным противником потенциальным для Советского Союза была Япония. И основные силы наши, вооруженные силы, сосредотачивались там. В 1931 году японцы вооруженным путем захватили Манчжурию, так назывались раньше три северо-восточные провинции Китая. В 1937 году развязали полномасштабную войну против всего Китая. И, естественно, та информация, которая приходила из этой войны, была очень важна для Советского Союза. В середине 30-х обстановка на мировой политической арене резко обострилась. Четко обозначился мощный союз двух сильных держав – Японии и Германии. 25 ноября 1936 года в Берлине они заключают антикоминтерновский пакт. Его еще называют соглашением по обороне от коммунизма. Основная цель – не допустить распространение коммунистической идеологии в Европе и Азии. Этой красной заразы, которая страшнее чумы. Чуть позже это соглашение стало основой гитлеровской коалиции стран ОСИ. Рим, Берлин и Токио – главных союзников во Второй мировой войне. Ну, антикоминтерновский пакт – это просто завуалированно. Действительно, это антисоветский пакт. Где было предусмотрено объединение усилий для борьбы с коминтерном, то есть распространением коммунистических идей в мире. Но после начала Второй мировой войны, нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, хотя я и мои единомышленники считаем, что это неправильная дата, правильная дата 7 июля 1937 года, когда Япония напала на Китай. Это можно считать началом Второй мировой войны. Тогда, когда уже было ясно, что Вторая мировая война началась, и, видимо, она будет вестись между двумя блоками. Для Гитлера было важно заставить Японию как можно скорее напасть на Советский Союз с востока. Но в стране восходящего солнца с принятием этого непростого решения медлили. В этот момент решался вопрос, сможет ли Германия уговорить Японию открыть Второй фронт против Советского Союза, чтобы одновременно напасть на Советский Союз с двух сторон. Это бы, конечно, резко осложнило ситуацию Советского Союза, разделило бы его силой между двумя, так сказать, агрессорами и облегчило бы задачу фашистской Германии. Поэтому в том числе и для советской дипломатии, которую на тот момент возглавил Владимир Михайлович Молотов, стал вопрос о том, как вывести Японию, так сказать, из войны. Поэтому, например, активно использовались, так сказать, переговоры, информация для того, чтобы, так сказать, заключить с Японией мирное соглашение. Самым важным информатором Советского Союза в Японии был Рихард Зорги. Выдающийся советский разведчик работал в Токио с 1933 года под прикрытием немецкого корреспондента. Зорги удалось завербовать Хацуми Адзаки, советника, премьер-министра Каноэ. Именно через него советский резидент узнавал сверхсекретную информацию. Главная заслуга Рихарда Зорги состоит в том, что он через 8 дней сообщил Москву 14 сентября 1941 года, что японцы откладывают нападение на Советский Союз и будут сосредотачивать свои силы на военное сопротивление Соединенным Штатам и Великобритании. И это была точнейшая информация. Информацию о том, что Япония не будет нападать на СССР, а развернет боевые действия на Тихом океане, чуть позже по своим каналам подтвердил Йома Ватанаба. Он подтвердил и смог привести доказательства того, что Япония пойдет на юг, что основной вектор японской экспансии будет на острова Тихого океана. Но как японскому корреспонденту, который находился в Москве, стало об этом известно. Оказывается, Ватанабе удалось заполучить весьма надежного информатора в дипломатических кругах столицы. Им стал Хигараси Набунори, секретарь японского посольства в Москве. Позже он войдет в агентурную сеть под псевдонимом Ябе. Информация, которая шла от него, была очень серьезной, потому что он был сотрудником МИДа. В те времена, так сказать, это практически основной источник информации о Японии. И значение этой информации трудно переоценить. 20 октября 1941 года в Москве было объявлено осадное положение. А армия вермахта рвалась захватить город. Чтобы спасти столицу, нужны были подкрепления. Но Сталин не решался перебросить дивизии с Дальнего Востока, опасаясь, что через оголенные участки границы Япония начнет вторжение. Теперь же у советского руководителя были развязаны руки. И эшелоны с сибирскими дивизиями отправились к Москве. Они отстоят столицу, а затем двинутся в контрнаступление. Большие военные после войны были недовольны тем, что вся заслуга защиты Москвы и контрнаступление отдавалась сибирским дивизиям. Тут были собраны и на местах большие силы. Но тем не менее, эти отмобилизованы, экипированы соответствующим образом в полушубках, в валенках, что позволяло вести военные действия, в том числе и наступательные, успешно. Арест Рихарда Зорги и его токийской группы в октябре 1941 года стал ударом для советской внешней разведки. Было арестовано 24 человека. Япония, важнейший союзник нацистской Германии, и получать информацию о планах ее руководства было жизненно важно для нашей страны. Но кто продолжит дело Зорги? И здесь выбор падает на журналиста Йома Ватанабе. Он получает оперативный псевдоним Тотекатсу, что в переводе с японского – «борец». Его срочно готовят для разведывательной работы в Токио. Напряженная обстановка на Дальнем Востоке требовала постоянной информационной подпитки Москвы, для того, чтобы принимать необходимые и действенные решения. Именно Йемо становится основным источником информации для советской разведки. Очень много из того, что советские разведорганы знали о ситуации в Японии с 1941 по 1945 год, это именно его заслуга. В 1946 году Ватанабе возвращается в Японию. Он продолжает работать в крупнейшей газете «Майнити Симбун». Ведет активную общественную жизнь и параллельно создает в стране разведывательную сеть информаторов, которые очень часто и не знают, что работают на Советский Союз. Кем же были эти люди? В первую очередь, бывшие однокурсники Ватанабе по университету, которые добились больших высот и заняли ключевые посты в верхних эшелонах власти Японии. Именно Япония того времени, да и сейчас во многом, это страна, где очень многое основано на личных связях. Личные связи его со многими представителями японского властного эстеблишмента, со многими представителями японских крупных корпораций. И вот эти связи, что интересно, они не кончились и не прервались. Вспомнил Ватанабе и о своих друзьях в обществе «Новая Япония». Многие из них тоже выдвинулись на ключевые посты в стране. Они стали видными деятелями, стали занимать высокие посты в правительстве, в промышленности. А Япония быстро развивалась, в том числе благодаря Корейской войне, в планах сначала ремонта, а потом и обеспечения американцев военной техники. Потом уже и своего, так называемого, резервного полицейского корпуса, прообраз нынешних вооруженных сил. При вербовке Ватанабе виртуозно играл на чувствах японцев. Его соотечественники тяжело переживали поражение Японии во Второй мировой войне. Считали неприемлемой агрессивную политику американцев. Он и сам возненавидел их после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Япония, потерпевшая поражение и испытывающая стыд от того, что ими командуют американцы, которые расставили свои базы и которые, по сути дела, списали, какие законы принимать Японии, что они с большей готовностью шли на контакт с Ватанабой. Ему удалось среди них собрать целую группу людей. Часть из них стали разведчиками, часть из них просто передавали информацию. Делились с Ватанаба как с журналистом. Больше всего советское руководство интересует информацию о присутствии США на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Ватанаба и его соратники передают сведения об американских военных базах в Японии, о политике США в странах Азии, об участии американской армии в Корейской войне. Ватанаба искренне убежден, что американскую агрессию надо во что бы то ни стало остановить. Он прекрасно понимал, что основным источником опасности послевоенного мира является американский империализм. И он добровольно начал работать против Соединенных Штатов. В тот момент Соединенные Штаты активно создавали свою базу на Окинаве, активно перестраивали японскую промышленность, превращая Японию в страну сателлит Соединенных Штатов. Ватанаба блестяще работал на советскую разведку до 54-го года. Но что случилось потом? История банальная. Его сдал предатель, полковник КГБ Юрий Растворов. В его биографии немало темных пятен. Например, путаница с отчеством пишут, что он Алексеевич, а на самом деле Александрович. Родился он, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Его отец, полковник Александр Растворов, участвовал в гражданской войне. Был награжден орденами и медалями. В мирное время был военкомом Кунцевского района Москвы. Даже в самом страшном сне отец представить не мог, что его сын станет предателем. А в молодые годы Юрий подавал большие надежды. По направлению военной разведки начал изучать японский в Институте восточных языков. Карьеру сыну явно помогал делать отец. Благодаря своим связям он, оказывается, устроил своего сыночка в спецшколу НКВД на восточные языки. Знаменитую 101-ю. Каким образом ему удалось это сделать, непонятно. Но без содействия отца он вряд ли бы туда попал. Есть версия, что злобу на советскую власть Растворов-младший затаил, так сказать, по личным причинам. Говорят, что якобы во всем виноват Лаврентий Берия. Он положил глаз на первую жену Растворова, Галину Годову, которая была танцовщицей ансамбля песни и пляски НКВД. И заставил замужнюю красавицу стать его любовницей. Но так ли это было на самом деле? Лаврентий Павлович Берия с 31 декабря 1945 года официально ушел с Лубянки. И сосредоточился на атомном проекте. Если кто-то и позарился на жену Растворова, Галину Андреевну Годову, то это вполне мог быть и Виктор Семенович Абакумов, министр МГБ. Этот был охочий до женщин. Ой-ой-ой, как! Ни одной юбки не пропускал, хорошенькой такой. Скорее всего, эту драматичную историю сочинил сам Растворов, чтобы оправдать себя и придать большего веса в глазах своих новых хозяев из ЦРУ. Он потом сочинял о том, что якобы она была любовницей Берии, предательства. Он выдумывал любые оправдания, потому что у него постоянно показания менялись. От интервью к книгам, посланиям. Он так не мог определиться, почему он предал свою родину. Но смысл остается один. Скорее всего, это было связано с деньгами, желанием жить хорошей жизнью. Впервые в Токио офицер госбезопасности Растворов был направлен под дипломатическим прикрытием в начале 46-го года. Но меньше, чем через год, был отозван в Москву, как он уверял, в связи с проверкой. Выяснилось, что его дед в советское время был раскулачен. Но такое пятно в биографии ничуть не помешало его дальнейшей карьере. Майору Раствору было поручено заниматься вербовкой среди японских военнопленных в лагерях МВД СССР. Всего для последующей агентурной работы в Японии он отобрал 201 человека. В 50-м году Растворов снова был направлен в Токио в резидентуру МГБ. Кто-то его либо двигал, либо каким-то образом заслужив определенное доверие, его вновь направил. В те времена ведь мало было знатоков японского языка, поэтому ничего удивительного, что даже при целом ряде возможных прегрешений, которые уже в Москве были заметны, его все равно направили на работу в Токио. Скорее всего, именно тогда, в 50-м, в Японии, Растворов и был завербован. И снова не обошлось без женщины. Он познакомился с американкой, которая начала водить ее по дорогим шикарным ресторанам, показывать вот эту вот жизнь. Он оказался влюблен. Эта женщина оказалась сотрудницей Центрального разведывательного управления. В январе 54-го года Растворова отозвали в Москву. Но он таинственным образом исчез с теплохода, который его должен был доставить из Йокогамы в находку. Как выяснилось позже, под именем Густава Рёте он бежал на американском самолете на Окинаву, откуда после предварительных допросов перебежчика отправили в США. Там Растворов сдал всех известных ему агентов, которые работали на КГБ. Среди них была Хигасари Нобунори, тот самый сотрудник японского посольства в Москве, который помогал в Атанабе. После советского посольства его карьера начала активно расти в МИДе Японии, потому что для Японии тоже советское направление было очень важно. Поэтому люди, которые отличились по реработе в Советском Союзе, они росли. И перед ним открывались довольно широкие перспективы в японском МИДе. Он был на хорошем счету. Считалось, что это человек, который когда-нибудь возглавит либо один из департаментов, либо вообще может претендовать на должность министра иностранных дел. Поэтому связь с советской разведкой для него, конечно, была полной катастрофой. Когда домой к Нобунори нагрянула полиция, он просто не совладал с нервами. Он совершил самоубийство по самурайской этике. Он не смог это сделать, как требовали традиции, а просто есть сведения, что выбросился из окна. Хотя, зная нравы японских спецслужб, вполне может быть, что во избежание излишних скандалов его просто выкинули. Такое тоже может быть. Среди названных предателем Растворовым имен, конечно, было и имя Йома Ватанабе. Так как он был активным работником нашей разведки, а он был одним из резидентов в Токио, конечно, он знал его. Ватанабе арестовали. Судебный процесс был громким. К нему было приковано внимание не только в Японии, но и в США. Американские империалисты жаждали крови человека, который осмелился работать на Советский Союз. Но Ватанабе держался стойко и мужественно. Он открыто заявил, что, сообщая секретную информацию, СССР мстил США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. На суде он смог доказать, что, во-первых, не получал денег, что действовал идейно. Его действия позволили не вступить в Японию в войну и спасли десятки и, возможно, сотни жизней японцев. И писатели, и интеллигенции в Японии стали на его защиту. Ватанабе держался на суде твердо и сумел превратить процесс в большую агитационную кампанию, которая привлекла на его сторону тысячи здравомыслящих японцев. Несмотря на то, что его пытались смешать с грязью правящие круги Японии, но население Японии его поддержало, общественность Японии его поддержала. У него было масса сторонников, ведь даже комитеты по защите Ватанабе создавались и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Италии. Даже на Филиппинах был создан комитет в поддержку Ватанабе. Весь мир, переживший Вторую мировую войну, он совершенно по-иному относился и к военным конфликтам, и к тем людям, которые даже с помощью разведдеятельности предотвращали будущий конфликт. А в Японии в 54-м году еще свежи были раны от прошедшей войны. И жертвы Хиросимы и Нагасаки были лучшей иллюстрацией речей Ватанабе в суде. Очень много было недовольных милитаристским режимом. Его осуждали. К чему привело? Гибели японцев, нищета, атомные бомбардировки. А он и его адвокаты, свидетели, так же, как, кстати, на процессе надзорги, утверждали, что он стремился только к одному, к тому, чтобы не допустить войны между Японией и Советским Союзом, не допустить нападения Японии на Советский Союз. В чем же его вина? И поэтому даже прокуроры и следователи, которые вели дело зорги, они тоже с этим соглашались. И эта колоссальная поддержка сыграла свою роль. Ватанабе был оправдан. Суд признал, что сообщаемые Ватанабе сведения нанесли вред США, но не Японии. Этот процесс не сломил японцев. Прошло 15 лет, и в 1969 году Ватанабе снова вернулся в советскую разведку. Он к концу 60-х годов понял, что Советскому Союзу не хватает знания о Японии. И в 1968 году обратился, так сказать, с предложением восстановить отношения. И еще 8 лет после этого очень плодотворно сотрудничал, передавая очень ценную информацию. А вот судьба Юрия Растворова сложилась незавидно. Он обосновался в США, получил новое имя Мартин Саймонс, новую жену. Ею стала Мэри Джонс, кадровая сотрудница ЦРУ, та самая, которая преподавала ему английский в Токио. У предателя родились даже две дочки. Но счастья ему это не принесло. Была придумана легенда о том, что он сын русской и голландского инженера, который жил на территории Ирана, а после смерти родных перебрался на территорию США. Для чего была придумана такая теория? В случае, если у него нет американского акцента или кто-то услышит в нем русский акцент, а это наследие от моей, так сказать, русской мамы. Предатель прекрасно знал, что Верховный суд СССР заочно приговорил его к высшей мере наказания и, конечно, ждал смерти каждую минуту. Растворов превратил и свою жизнь, и жизнь своих близких в сущие. Он панически боялся удара из-за угла. К этому страху добавилось и разочарование в своих новых хозяинах. Растворов считал, что его американцы просто использовали. Но, в частности, своим детям он говорил, что американцы ему ничего не дали, выжили его как лимон и выкинули. В 79-м году он даже подал суд на Центральное разведывательное управление, заявив, что ему мало заплатили денег за предательство. Вот, попытался с ними судиться. Суд, конечно же, проиграл. В ЦРУ разочаровывались многие, в том числе и сами сотрудники ЦРУ. Тут ничего удивительного нет. Но его-то разочарование вот в чем. Материальное обеспечение не такое, как ему обещали. И не такое, какое он ожидал. Это главное. Не думайте, что он разочаровался именно в методах ЦРУ или в каких-то других. Нет. Деньги. Два антипода. Искренне верящий в гуманистические идеалы, противник войны, японец Йома Ватанабе и предатель Юрий Растворов, он же Мартин Саймонс, страдающий от мании и преследования, озлобленный и одинокий. Светлая и добрая память о японце, который сделал выбор в пользу мира, жива до сих пор. Судьба же Юрия Растворова красноречивая и пример того, что за любым преступлением неминуемо последует наказание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok